да друзья написано меню на русском так и тут на разных разных языках вы видите да вот вот у нас тут на русском первое блюдо пошло поехало очень симпатичное место кстати мы тут предварительно посмотрели что у них есть и так она и внутри красиво вот да ну а вот в а в 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 английском? Да, есть лучшее возможности понять, что ты говоришь. В английском? Да. Я уменьшилась. Да, давай. Нет. Это не просто в английском. Так, только несколько слов о местах. О местах. О местах. Мои друзья говорим, расскажите о ресторанчике. Мы готовы к этому ресторану. Мы готовы к 60 лет в этот ресторан. Вау! 60 лет? Вау! 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 Спасибо! Вы видите, друзья, меню нам дали, которое на трех языках. На русском, итальянском и украинском даже. Вот я первый раз на самом деле вижу на украинском. И что для меня особо трогательно, написано большими буквами. Все, на самом деле, вот можно без очков. Потому что я иногда страдаю от того, что придешь так вот и... Значит, без очков не видно. Вот есть такие блюда. Так, это мы пошли по-итальянски. А что, так я не понял, с размером-то? О, Свет, смотри. Ассорти из закусок. Чепирони, кальмары. Каракарыця, та кальмары на грибе. Ну, смотри, как интересно получается. Единственное, что макарон не вырубил. Я не понял, я на русском не вижу много. Даже слиплись. А, слиплись, странички слиплись, я понял. Ну что, друзья, я приступаю к изучению. Посмотрите, как очаровательно сделаны эти люстры из колес от телеги с лампочками. Очень-очень трогательно. И мне, на самом деле, очень нравится вот эта плитка, которой все отделано. Еще что интересно, тут многие позиции в меню, они есть картинка. И ты можешь так думать, что это такое. Я посмотрел на картинку. Но они не все, к сожалению. Не все. Ну что, друзья, вот суп гаспачо. У них тут все домашнее. В этом ресторане все такое самоизготовлено. Они очень этим гордятся. И я хочу сказать, что вот в этой вот ложечке тут чуть-чуть всякого такого намешанного салатика. Мы его в суп сейчас бросим. Пару сухариков. В другом месте нам подавали вот этих вот томатов порубленных, наверное, размером с саму чашку с супом. Да. Но, в общем-то, мы так со Светланой присматриваемся к этому. И Света уже так, у нее какие-то рецепты. Ну, как бы ты это сделала, гаспачо? Знаешь, я вот поговорила с людьми, посмотрели мы на интернете рецепт. Фактически получается, что это некоторые смуси, сделанные из помидоров, огурцов. А смуси – это у тебя очень хорошее слово. Да. Ну, потертое такое. Очень близко держишь камеру. Вот это сделано из помидоров, огурцов. И я подумала, что туда нужно добавить, конечно же, зелень, и шпинат, и всякие зеленые травки. Тут зелени нет. Тут нет. Но еще раз говорю, мы сделаем вкусный суп, который будет гаспачо типа меня. Или не меня. Но это гаспачо… Слушай, зелень можно потом вбросить. Вот у тебя здесь, вот в чашечке, да, тоже есть зелень? Нет, ты не понимаешь, какая зелень. Зелень – не зелень. Здесь порезанный… Перчик зеленый. Да. А я имею в виду, например, шпинат. Тоже там же размалывают. Укропчик. Да. Но тогда он не будет таким красненьким. Он будет красненьким, все зависит от того, сколько помидоров ты туда кинешь. Да. А от этого он будет красненьким. Но вообще говоря, основа помидора с огурцом, она сделает его именно таким. Но надо, чтобы он был гуще. А для того, чтобы он был гуще, нужно кроме помидора с огурцом, нужно туда чего-то напихать, то что даст именно густому. И мы будем его показывать на нашем канале. Светик, а давай сейчас вот ты ложечку, ложечку возьми и скажи, вот как она у тебя пойдет. Так надо всыпать же это туда. Надо всыпать, да. А я даже и сухарики всыплю. Я не погнушаю. Сухарики? Ну, я не буду. Не погнушаю. Мне было сказано… Я пока не рассказывал. Обрати внимание, когда вливается, вот так вот мы бросим. Да. Давай. Вот так получилось. Ну, ты давай попробуй хотя бы у вас. Я хочу увидеть выражение счастья на твоем лице. Вкусненько очень. Чесночок. Там есть чесночок. Так. Ну, Светик, давай может быть я камеру тебе передам и ты покажешь. И сделала вкусно. Завителю. Ну, давай я развернусь, друзья. Я развернусь, чтобы вам было видно. И тоже захотелось отведать нашего сетчика. Да. Ну, такой задачи у нас чисто познавательный канал. Не кулинарный. Так, ну попробуем. Вкуснее, чем вчера, с чесночком. Понимаешь историю? Понимаю. Вот я себя чувствую как какой-нибудь богатырь, которого там какой-то там злой враг. Бах, его в землю русскую там. И вошел он по колено в землю. И вошел по колено в землю. И земля его сил дала. Да. Вот это тот суп, понимаешь, который вот как та земля. То есть ты его видишь ложечку и прямо на картошку подвину. Годится. Ну что, друзья. Ко мне пришел барашек. По идее он с картошечкой, но я попросил заменить мне на овощи на гриле. Вот. Ну и барашек, собственно, такой тоже на гриле. Так. Теперь, Свет, что у тебя там? Это у меня какая-то местная рыба, которая вот именно местная для этого места. Точно, точно. Это какая-то рыба. Название я не помню. Она запеченная в духовке. Я вижу, что она все знакома. Мы хотели Дорану. Но они говорят, если хотите местную, прям уж совсем местную, чтобы вот только у нас такую ловят, то вот, говорят, возьмите вот эту рыбу. И она с овощами с какими-то. Мало того, она с мидиями. То есть, такой комплекс. Ну, вот смотри, тут, конечно, по количеству довольно-таки много всего. Ну, мы сейчас будем разбираться с количеством и со всем остальным. Друзья, приступаем.